Самый любимый четвероногий житель Ненецкого округа Бурый Медведь вышел из зимней спячки. Долгую разлуку с Косолапым отметили большой встречей. К Михаилу в вольерный комплекс заповедника Ненецкий пришли многочисленные гости. Их, кстати, с каждым годом становится все больше. И Миша, конечно, этому рад, ведь друзья идут не с пустыми руками, принося много разнообразных вкусняшек. В гости к всенародному любимцу, прихватив с собой сгущенку, отправилась и наша съемочная группа. На, Миша, да. Праздничную трапезу Михаил начинает с сушеной рыбки, ловко сжимая ее в могучих лапах. Вообще, самый главный житель заповедника Ненецкий – большой любитель поесть. Много и вкусно. Любимое лакомство, конечно, сгущенка. Ее друзья Косолапого с самого утра несут из разных сторон города. Встречи с ними Мишутка тоже приготовился. Навел праздничный марафет. Мишку почистили и расчесали шикарную шкуру. Поэтому выглядел в этот день он на все 100, впрочем, даже на 300. Именно 300 килограмм весит Косолапый. И даже за время спячки лесной житель почти не похудел. Чему очень рад его приемный папа Дмитрий Леонов. Мужчина ухаживает за буром, кормит и поит его на протяжении шести лет. Как чувствует себя, Мишка? Ой, все нормально, все хорошо. Жив-здоров, бодрствует, бегает, прыгает. Раньше времени он проснулся? Раньше времени проснулся. Если честно, я проснулся давно, уже примерно с месяц. Но ходил в таком состоянии, сонном. Он для тебя уже стал как член семьи? Ну, конечно, конечно. Просыпаюсь. Ну, как же ж там, Мишенька мой. Да, пойду, проведу его. А он мне говорит, здравствуй. Впрочем, родный медвежонок стал для всех сотрудников заповедника. Ведь здесь он живет с 2012 года. Причем в самых комфортных условиях. Хотя такой размеренной, соответствующей биологическим часам жизнь Миши была не всегда. Ведь до этого бедолаге приходилось выживать в тесной клетке на городской свалке, среди куч мусора и почти непрекращающегося шума. Спать он не мог, а кушать было просто нечего. Тощим и больным его приютили в заповеднике. Ненецкая нефтяная компания для Косолапова построили вольер. По меркам специализированных питомников, небольшой, но уютный. Здесь у него есть место для отдыха, игр и даже маленький бассейн. Купаться и принимать души шланга в теплое время года для Мишки – излюбленное занятие. Сейчас наблюдать за Мишей одно удовольствие. Холеный, откормленный, с густой шерстью, веселый и игривый. Ну, потому что здесь звезда, здесь медведь, я думаю, если бы его не было, ну, просто вот эти вот игрушки, все они не были бы так популярны. Все приходят, конечно, посмотреть на нашего общего любимца Мишку. Действительно, пока Миша с упоением поглощает разнообразную еду, за ним наблюдает десятки любопытных глаз. В полном восторге от Косолапова и взрослые дети. К нему на протяжении шести лет не зарастает народная тропа. За день посетить Мишу и покормить полюбившимся сгущенным молоком приходят от пяти до десяти человек. За год это число варьируется от восьмисот до тысячи. Кстати, те, кто еще не поприветствовал Михаила после его пробуждения, могут сделать в любой день с девяти часов утра до пяти вечера. И не забудьте прихватить с собой угощение. Ведь Мишка в этом году отмечает еще и красивый юбилей – 25 лет. Мишке в этом году 25 лет, что пожелаете? Ой, Мишке поздравила, конечно, здоровье, чтобы он жил. Ну и, может быть, ему спутницу еще в жизни какую-то. Я пожелаю, чтобы он хорошо жил, чтобы у него настроение всегда было веселое, и чтобы он никогда не скучал. Чтобы у него было всегда здоровье, чтобы спал крепко, чтобы был сильным, чтобы побольше боксом занимался. Круто он! Вот что я скажу. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».